Во имя Отца и Сына и Святаго, во истину, нет ничего нового под солнцем, как это все время изрек премудрый Соломон. Слова Христа Спасителя, которых Он призывает нас, оставить все и следовать за Ним. Это слова не новые. Те же самые слова были сказаны Аврааму. Оставь землю свою, родство свое, всех оставь и иди туда, куда тебе поверю идти. Сегодня, как вхочем и все времена, человеку не чуждо считать себя верующим. Но когда наступает годильное искушение, тогда у человека начинаются сомнения и соблазны. Он верит и не верит, потому что не может понять и объяснить ход событий, которые происходят с ним. Но ведь в этом и заключается вера – принять то, что ты не понимаешь, и пойти туда, куда ты сам не знаешь, куда тебя поведет Господь. И есть другая книга, книга Иоанна, в которой представлено, страшно себе представить диалог сатаны с Богом. Господь говорит, видел ли это раба моего Иоанна? Сатана говорит, да говорит, видел, конечно, но нет такого второго на земле. На что сатана говорит, дьявол говорит, даром ему благобоязнь, ты его наградил всем, здоровьем, богатством, властью, славой, детьми. Поэтому я тебе благодарен. На это Господь говорит, хорошо, испытай его, но души его не только. И так трижды подходил к зверу. И трижды он получал возможность испытать Иоанну. И не нашлось в Иоанне неправды. Он вопиял, он даже кричал. Кричал о своем непонимании. Но вместе с тем, у него не было протеста. Он верил в то, что Господь почему-то и зачем, и совсем не обязательно за грехи дал ему эти испытания. У нас сегодня много богословов, богословов и в ряс, и без ряс, и в костюмах, которые все знают, все понимают. И вот друзья Иоанну, которые объясняли Иоанну, за что его постигло. «Покайся, ты грешен». Иоанн говорит, нет, не за это, не знаю за что. Они его снова обличают, снова принуждают к покаянию. Закончилось тем, что Господь сказал. «Раб мой Иоанн был более прав, чем вы. И наградил друзей Иоанну, псевдотишителей, проказом. И сказал, вот если раб мой Иоанн помолится за вас, тогда вы получите исцеление. И вот сейчас, говоря об Иоанне, который поверил Богу, им обидел справедливостью, говоря об Иоанне, который принял совершенно незаслужные страдания, незаслужные позовы, незаслужные болезни, но принял, потому что он понимал, что это Господь. И он прав в тех судах, которыми он судит в труд человечества. Дай Бог каждому из нас, а у нас искушения совсем маленькие и даже ничтожные, вот в этих небольших искушениях сохранить веру. И вместе с Авраамом, вместе с Авраамом, засвидетельствовать свою веру, вместе с Иоанном, засвидетельствовать свое непонимание, но приятность судового Божия. И вместе со всеми святыми сказать, ты прав, Господи, что так судил, благословен гряды во имя Господня. Тот, кто оставил все на этой земле и пошел за Господом, именно благословен. И так было, и так будет. Спасибо.